И снова всем здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале Жизнь на юге Англии. И сегодня опять я вам показываю великолепную цветущую магнолию. Вот она уже, вы знаете, практически отцветает, поэтому я стараюсь показать вам всю эту красоту как можно дольше и больше. Ну, что сегодня я вам подготовила в своем новом видео. Конечно же, это будет продолжение нашего круиза на лайнере Айона. Вот, я покажу вам то, что обещала, расскажу немножко поподробнее. Это будут опять отдельные кусочки вставки. Я покажу и расскажу вам, в какой шторм мы попали. И вы знаете, что мы даже не смогли зайти на один из Канарских островов, на котором я так и ни разу не побывала. Странным образом, я много раз была на Тенорифе, я дважды была на Гран-Канаре, а вот Лансерот остров так мне и не покорился. А еще я покажу вам чудо в океане, которое мы смогли запечатлеть на камеру. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее и давайте наказать вам великолепную радугу на небе. Удивительная история. Очень холодно, плюс шесть. Очень ветрено. И волны до семи метров высотой. Но, тем не менее, я буду очень рада, если вы увидите эту великолепную радугу, полную радугу. Видите? Такой огромный полукруг коромысла. Попробую вам приблизить, может быть, будет больше интереснее. Это очень огромный полук. Это очень огромный полук. Видите, где он сжигает море? Да, это огромный полук, да. Посмотрите. Как огромный полук. Очень огромный полук. Есть сжига с губой там. Да. Замечко. Это невероятно. Третий день нашего путешествия. Направляемся на юг по Атлантическому океану, к островам Мадейра. Через два дня мы будем там. Погода плюс 19. Вы видите горизонт. Но мы сейчас нагулялись немного по палубе и пришли, завалились отдохнуть. А это такой сервис тут в каюте. Приносят немного фруктов. И вот 6 часов утра. И наш первый порт. Это Мадейра Айланд. Острова Мадейра. Это Португалия, друзья. Хотя я всегда почему-то считала, что это испанские острова. Но не суть. Обратите внимание, мы прибыли затемно. И вот специально меня мой милый разбудил, чтобы показать, как красиво смотрится ночной этот остров. А это уже через час, когда солнышко встало. Посмотрите остров Мадейра. И, как сказал мой друг, кто понял, да, он сказал, посмотри, ночью он смотрится, как новогодняя ёлка в огнях. И действительно, наверное, всё-таки ночью было интереснее смотреть. Но мы сегодня здесь целый день стоим. И мы с вами сегодня здесь немножко погуляем. Я вам расскажу кое-что. Hello, baby. Мы взяли отдельно экскурсию на автобусе. Такую обзорную по островам Мадейра, чтобы нам всё успеть посмотреть. Потому что времени у нас не очень много. Всего один день здесь был. И вот, вы знаете, когда мы поехали, стали подниматься всё выше и выше в горы. И вот так вот из окна автобуса смотрится этот серпантин дорог. Эти высоченные такие обрывистые скалы. Вы знаете, так страшно. Я вспомнила сразу, что я когда-то здесь уже на этой Мадейре была. И точно так же я была в ужасе от вот такой вот серпантинной дороги. Посмотрите, она вьётся просто на самому краю ущелья. Ну вот, пришлось ещё раз мне испытать этот страх. Только дороги все такие. И вы знаете, вот наш огромный автобус был полон пассажиров. Все пассажиры, конечно же, с нашего лайнера круизного. И все англичане, все старше 70-ти. И никто, кроме меня, не боялся и не паниковал. Все радостно смотрели вниз. А здесь больше двух тысяч метров обрыв. Посмотрите. Я сидела не у самого окна. Но всё равно, когда мы вот проезжали здесь над такими пропастями, я просто с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать. И знаете, вспомнила, есть очень много таких популярных видео, когда там туристы едут по ужасным местам, страшным дорогам, которых там по пальцам перечесть. И вот, наверное, всё-таки эти страшные дороги есть и здесь, на Мадейра-Айланд. Но в конце концов мы поднялись наверх. Вышли. День прекрасный, чудесный. Я показываю вам немножко здесь цветущую растительность. Вид такой. Мы отдыхаем немного. И вот сейчас нас пригласили здесь в кафе на самой вершине горы попить кофе, сфотографироваться на смотровой площадке, что мы, в общем-то, сейчас и делаем. На что ещё я хотела бы обратить ваше внимание, что, несмотря на такие огромные цены на круизном лайнере, где, по идее, должно было быть всё уже включено, но, тем не менее, все экскурсии, странным образом, оплачиваются дополнительно. И вот не так уж много экскурсий мы и заказали себе, но это было ещё дополнительно 500 фунтов. Ну и сразу же хочу прояснить вопрос, потому что он всё-таки интересует многих, как я поняла, по вашим комментариям. Кто же всё-таки платил за этот круиз? И некоторые даже там написали, что это я за себя платила сама и должна была ещё взять кредит в банке, чтобы расплатиться. Да нет, вы знаете, всё было гораздо проще. Мой друг предложил мне этот круиз. Он хотел отпраздновать своё день рождения где-то со мной вдвоём, в каком-то красивом, может быть, даже экзотическом месте. И он предложил мне на выбор варианты. Сказать по правде, я не хотела ехать в круиз. Я знала, что мне там будет скучно. Это, знаете, как на подводной лодке. Вот, но он уж очень хотел именно в круиз. Поэтому я согласилась. Ну, вы знаете, если человек предлагает, тем более сам оплачивает, то будет как-то даже некрасиво отказываться. Да и каюту, вы знаете, когда он мне показал фотографии, какую каюту он заказал для нас, я, конечно, обалдела, потому что я рассказывала вам, что я уже была на круизном лайнере со своим мужем Рентоном ровно 10 лет назад. И, конечно же, тогда это мой муж всё оплачивал, заказывал, покупал. И у него была скидка большая. Но, тем не менее, вы знаете, я помню, я, конечно, была очень довольна, что я выехала впервые в круиз. Вот, всё было для меня интересно в первый раз. Но потом, когда я сравнила, в какой каюте мы с Рентоном проводили время две недели, тот же самый круиз. Вот, и у нас была каюта на четвёртой палубе, там внизу в самом... Вот я вам даже нашла фотографию. Нашей каюты случайно сохранилось. Тогда я ещё никаких видео не делала. Но фотографировала. Так вот, посмотрите, да? Это вот всё, что здесь попало на экран. Всё вот это вот и пространство. Я стою спиной к двери входной. И вот кровать только и смогла поместиться, двухспальная. Малюсенькие проходики с двух сторон. Лампочки над головой. А там завешана стенка. И наверху круглый иллюминатор. Никаких балконов, ничего. Иллюминатор открывать вообще нельзя. И здесь было душно. И здесь была... У меня клаустрофобия. И вообще, конечно, вот эту каюту не сравнить. Я, кстати, даже не помню, была ли у нас ванная комната и туалет. Наверное, всё-таки были отдельно. Но не помню. Вот, представляете, да? Две большие разницы. И то, что я вам показала с балконом, шикарную нашу каюту. А я помню, стоимость такой каюты 750 фунтов с человека per person, как здесь говорится. Значит, полторы тысячи фунтов за две недели заплатил мой муж рентом тогда. И он настолько ворчал, возмущался. Он постоянно меня этим попрекал, понимаете? Вот такой вот попался мне муж, который мне обещал золотые горы, да? И очень-очень долго ухаживал за мной так красиво, когда, помните, в Муленруш водил меня, да? И что-то такое предлагал мне там купить на Елисейских полях себе с его банковской карты. Оказалось, что это просто пыль в глаза. А потом меня за каждый орешек в пивном баре он попрекал. И ведь вот муж мой рентом, он был среднего класса англичанин, он был достаточно обеспеченный человек, у него были хорошие вклады на банковских счетах, и у него пенсия была 2500 фунтов в месяц. Это огромная пенсия на те времена. Ну да ладно, что уж тут вспоминать и сравнивать, как говорится, неблагодарное это дело. Все люди разные. Что там у кого в голове? Очень трудно понять и определить. А главное, что каждый несет ответственность только за себя и за свои поступки. А я, например, считаю, что я все, что обещала этому человеку, рентону, я все и исполнила. И этого вполне для меня достаточно. Меня спрашивают еще мои зрители, а что, собираюсь ли я замуж выходить за него, за моего нового друга. И когда я вообще расскажу, что он, как он. Да вы знаете, без меня меня женили называется. Но вот я не даром вам рассказала случай. Первое мое такое неудачное замужество с забританским мужчиной. Я была замужем 6 лет. И оно как-то, знаете, не придало мне оптимизма снова начинать. Я вот как-то сейчас чувствую себя вполне счастлива, независимо ни от кого живу. И вот удивительное дело, что вот мы вот так вот встретились с моим новым другом. Неожиданно, на самом деле неожиданно. И нам, знаете, вместе хорошо. И мы очень всем довольны и счастливы, я так скажу. Пока время покажет, что там будет, как там будет дальше, я не знаю. Но вот рассказываю вам то, что в моей жизни происходит. И, возможно, расскажу немножко побольше. Если хотите узнать, задавайте вопросы, друзья. Ну, а сейчас, по-моему, самое время поставить лайк этому видео. И я продолжаю дальше. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, те, кто еще не подписан. Не забудьте оставить ваш комментарий. А также, если отправите мне суперспасибо, то я буду вам весьма благодарна. Итак, мы продолжаем. Нет никаких особо пляжей, по крайней мере. Я вижу вот там очень далеко, вроде как песок и пляж. Здесь ничего подобного. Ну, и вот, видите, смотровая площадка и толпа народу. Ну, и вот, смотрите, вот этот вот стеклянный мост, который не для слабонервных. И, конечно же, я вряд ли пойду по нему. Я вряд ли пойду по этому мосту. Как сказать? Посмотрите, какая страсть внизу. Ну, вот люди запросто ходят. Если не смотреть вниз, то вроде бы как и нормально. Вообще, конечно, ужасно. Я помню по поводу этих стеклянных мостов много смешных видео, где люди плачут, но бегут, да? Некоторые даже ползут. Я прям не знаю, мне прям страшно. Вы представляете? Вот на какая я трусиха. Вроде кажется, ничего ж такого. А вдруг лопнет. Боже мой. Так, ну, короче, я пробую. Я пробую идти. Смотрите, я иду. Я иду. Представляете? Мама, мама, мама. О май гад. Я не могу поверить, что я здесь иду. О, нет, нет. Больше никогда не хочу. Никогда больше нет. Посмотрите. Я на другой стороне. Какая я молодец. Вот так вот попутешествую. Чудесно. Ну, вот. Зато мой друг показал мне класс. Видите? Он запросто гуляет и даже делает видео. Ну, и, наконец, мы после долгих таких и нервных прогулок по страшным стеклянным мостам, мы пришли в кафе, все-таки, о котором я вам уже говорила, да? Здесь стояли очередь, пока освободятся столы. Долго ждали. Групп здесь оказалось очень много. Много автобусов. Ну, вот. Время кофе. Чаепитие закончилось. Здесь, смотрите. Обожаю такие камины огромные для приготовления пищи. Вы видите, гриль, да? Это мезин. Очень много вин под таким названием Мадера. Здесь продаются тоже. Ну, довольно дорого, вы знаете, по-моему, даже как-то я не очень разбираюсь, да и смысла нет покупать. 11 евро. Это самая дешёвая цена для бутылки вина отсюда, Мадера. Мы ещё немного погуляли, покружились, посмотрели остров Мадера. Вернее, это острова Мадера с разных сторон. Были на разных смотровых площадках. И вот, усталые, но довольные, мы уже готовы ехать на лайнер обратно. Это наша первая остановка в порту Мадера. У нас таких будет ещё пять остановок впереди по всем Канарским островам. Я вам потом подробно расскажу. Ну, а сейчас нас ждёт ещё вечер на борту замечательного лайнера. Ещё у нас там ужин будет в ресторане и будет небольшое шоу. Так что, давайте-ка мы поторопимся обратно на лайнер, друзья, и продолжим. Вот он впереди, наш красавец лайнер Айона. Я обещала вам его показать в первом же порту со стороны. И вот я вам его и показываю. Сейчас мы возвращаемся на борт, быстренько моемся, отдыхаем, да потом переодеваемся и идём на вечернее шоу. Ну, а пока мы отдыхаем, я вам покажу ещё парочку интересных сюжетов, которые у нас произошли на борту. Вот так развлекаются английские пенсионеры. видите, как здорово поют вместе. Сейчас прямо удивилась сама и вас удивлю. Посмотрите, какая очередь здесь. Старички англичане хотят выпить. Посмотрите, они тут все расселись и ждут очереди. Видите, вот, посмотрите, да? Я же не шучу. Вот это дьюти-фри и все толпятся купить, потому что здесь напитки очень дорогие. так и здесь не дешевые. мы дождались вечернего шоу на 17-й палубе. очень красиво выступают такие гимнасты на лентах. Великолепная музыка. Я немного дала вам послушать этой музыке вначале, но, к сожалению, мне пришлось основную музыку убрать, потому что это чужой контент, использовать нельзя. Ну, просто показываю вам, чтобы немножко и вас развлечь, и было вам более понятно. Ну, и вечером ужин в ресторане за общим столом. Обратите внимание, как это происходит. Очень любят англичане поговорить за столом, не только попеть, как я вам показала вначале. И мы отправляемся только-только от Чалили от причала Мадейра Айланд. Ну, вот сейчас очень медленно-медленно будет постепенно наш лайнер набирать скорость. И мы прямиком сейчас направляемся к Канарским островам. Первый остров, наша остановка, остров Тенерифе. Ну, вот вы знаете, кто еще никогда не бывал в круизах? Наверное, вот это вот такое заманчивое название, и всегда такие буклеты, рекламы, красивейшие лайнеры, на бирюзовой воде среди красивых белых островов. Яркое солнце и прозрачная вода. И вот белоснежный лайнер отправляется в путь. Как прекрасно, не правда ли? Можно подумать, что вы попадаете в сказку. Но, как вы знаете, у меня на все есть свой взгляд. И вот дважды я уже бывала на круизных лайнерах, ну, всего дважды, но я думаю, что впечатление я свое уже составила. Но об этом, друзья, я расскажу вам в моем следующем видео, которое, надеюсь, вскоре и выйдет. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Всем удачи, всем добра. Пока-пока. Субтитры Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова